Утром 29 июля минувшего года горноспасателям области сообщили об аварии в Макеевке. Рухнул башенный копер с кипового ствола шахты имени Бажанова. Под завалами оказались 15 горняков. В результате 11 человек погибли. В Украине это первый подобный случай. Деньги на строительство башенного копра выделили в августе этого года. К работам приступили две недели назад. Пока расчищают территорию от былых застроек. Сергей Иванов трудится на экскаваторе. С помощью гидромолота разбивает камни. Строительство поделили на три этапа. Вначале рабочие подготовят котлован и зальют фундамент. Затем начнут возводить здания. Башня будет состоять из двух частей. Нижняя из железобетона, верхняя из металла. Высота всей конструкции около 70 метров. На первом этапе возвести железобетонную опору на месте, под копер, на месте ствола. Вот для примера вам скажу, что вы знали какой объем. Вот эта железобетонная опора включает в себя тысячу кубов железобетона. Разработка фотофундамента будет висеть ниже уровня почки до отметки минус 9200. Копер используют для спуска и поднятия на поверхность грузовой техники. Поэтому строительство включает в себя ряд вспомогательных зданий. Здесь появятся эстакады для выдачи добываемого угля, передаточный комплекс на железную дорогу, подъемные механизмы. Заново проведут и коммуникации. Отметил Михаил Нечипар. Будет примыкать здание сортировки. Потом после бунтера, приемные бунтера. После приема угля его надо перекачать в бунтера железнодорожные для дальнейшей погрузки горной массы в вагоны. Это большой комплекс строительства, который надо будет осуществить. Реконструкцию завершат к концу следующего года. Возобновить добычу планируют в январе 2014-го. Сейчас предприятия не работают. Горняки поддерживают лишь одну лаву. В месяц на это тратят 15 миллионов гривен, рассказал директор шахты. Коллектив делает все то, что сегодня можно делать на этой шахте. Мы следим за жизнеобеспечением шахты. Мы занимаемся вопросами водосборников, каналов вентиляционных, перекрепления, подрывки. То есть делаем все то, что позволит предприятия не просто сохранить, а в каких-то вопросах и улучшить. На восстановление башенного копра потратят около 307 миллионов гривен. Деньги выделили из государственного бюджета.